Хитров рынок, настоящая язва Москвы, как называла его Щепкина Куперник в своих воспоминаниях, но главную информацию, конечно же, до сих пор все черпают из знаменитой книжки Геллеровского «Москва и москвичи». Описано там все просто в совершенно чернушных тонах, и большинство историков и, конечно же, краеведов, они ссылаются на этот первоисточник, как, в общем-то, на истину последней инстанции. Да, Геллеровский там описал многое из того, что было на самом деле, но нужно понимать, что он писал эту книгу в советское время. В его задачу входило показать максимально уничижительно то время, чтобы царская власть предстала в самом-самом, что на есть, ужасном виде. И ему это удалось. Я абсолютно уверен, что если бы сейчас Владимир Геллеровский был бы журналистом, но даже не сейчас, а вот, скажем, вот в нулевые, когда бумажная пресса цвела и пахла, то он был бы абсолютно передовым репортером каких-нибудь желтых СМИ, ну а в наше время был бы звездой Live News и всего, что с этим связано, потому что про него говорили, что он пребывает на места происшествий раньше, чем сами эти происшествия случаются. Это не значит, что Геллеровский все врал, отнюдь нет. Но вот прочитав его другую книгу про мои скитания, она так называется, у меня сложилось впечатление, что ход повествования, мягко говоря, подкорректирован авторской фантазии. Но опять-таки это все субъективно. Тем не менее, когда вы читаете вот эту главу про Хитров рынок в его замечательном произведении «Москва и москвичи», это нужно учитывать. В ней Геллеровский описывает атмосферу уже, когда вы приближаетесь к этому самому рынку, например, в тумане двигаются толпы оборванцев, мелькают около туманных, как в бане огоньков. Это торговки с ясными припасами сидят рядом на огромных чугунах или корчагах с тушенкой. Тушенка взята в кавычки. Жареный протухлый колбасой, кипящий в железных ящиках над жаровнями, с бульонкой, которую больше называют «собачья радость». Хитровские «гурманы» в кавычках лакомятся объедками. А ведь это был рябчик, смакует какой-нибудь бывший. А кто попроще ест тушеную картошку с прогорклым салом, щековину, горло, легкое, завернутое рулетом, коровью требуху с непромытой зеленью содержимого желудка, рубец, который здесь зовется рябчиком. Я надеюсь, что вы не кушаете во время нашего повествования. Ну или вот дальше. Это на самом деле цитата уже вырванная из следующего куска. Торговки эти уцелевшие оглотки жизни, засаленные, грязные, сидели на своих горшках, согреваясь телом горячее кушанье, чтобы оно не простыло и неистово вопили. Лапша, лапшаница, лапшица, студень свежей коровьей, оголовье, свининка рванинка вареная. Эй, кавалер, иди на грош, горло отрежу, хрипит баба со следами ошибок молодости на конопатом лице. Горло говоришь, а нос у тебя где? Вот это тоже очень показательный отрывок. То есть, во-первых, следы грехов молодости на лице, ну и, конечно же, отсутствующий нос. Это непрозрачный намек на то, что барышня болеет сифилисом. Тем не менее, вот она еще выступает в качестве буфетчицы. Ну, если брать конфигурацию непосредственно хитрого рынка, то здесь Гелеровский предельно точен. Дома, где помещались ночлежки, назывались по фамилии владельцев. Бунина, Румянцева, Степанова, потом Ярошенко и Ромейка, потом Кулакова. Бунина дом находится вот с той стороны, мы его сейчас не видим. Соответственно, Ярошенко вот здесь, мы его тоже покажем. А дом Румянцева, он находится у меня, получается, для вас, если вы смотрите, это у нас слева. А дом Ромейка и потом Кулакова для вас, получается, справа, то есть вот там. Они сохранились, причем вот этот вот дом, который назывался дом Румянцева, он был надстроен третьим этажом еще до революции. Ну, а вот этот вот дом-утюг, так называемый, из-за его формы его так прозвали. И все дальнейшие постройки, там внутри было несколько флигелей, их называли сухой овраг. Его надстроили уже после, соответственно, революции. И, ну вот, тут, конечно, можно строить рейтинг самых страшных домов, но большинство очевидцев сходились в том, что, конечно, дом-утюг. Певческий переулок раньше назывался Свининым переулком или просто Свиным переулком. Он был так назван по фамилии одного из домовладельцев. Свинин его, соответственно, была фамилия. Потом этот дом выкупил почетный потомственный гражданин Иван Кулаков. И, соответственно, в честь его этот дом прозвали Кулаковкой. Ну и вот обитатели этих флигелей, которые там располагались, если верить Гелировскому, называли волки сухого оврага. Или попросту утюги. В доме Румянцева было два заведения, Пересыльный и Сибирь, это такие трактиры. Ну а в доме Ярошенко – каторга, название обязывают. И далее Владимир Гелировский дает описание целевой аудитории этих заведений. Например, в Пересыльном собирались бездомники, нищие и барышники. В Сибири степенью выше – воры, карманники и крупные скупщики краденого. А выше всех была каторга – приток буйного и пьяного разрада, биржи воров и беглых. А братник, так назывались непосредственно люди, которые бежали из каторги, из Сибири, не миновал этого места. Прибывший, если он действительно деловой, встречался здесь с почетом. Его тотчас же ставили на работу. Ну то есть обеспечивали выгодными заказами на всевозможные воровские дела. В доме Румянцева, вот здесь вот, была, например, квартира странников. Здоровейнейшие, опухшие от пьянства детины с косматыми бородами, с сальными волосами по плечи, лежат ни гребня, ни мыла они никогда не видели. Эти монахини небывалых монастырей, пилигримы, которые век свой ходят от хитровки до церковной паперти или до замоскворецких купчих и обратно. Один из самых потрясающих эпизодов, описанный Гелировским, произошел вот в этом доме, непосредственно в Кулаковке. Там произошло убийство, прибыла полиция, Гелировский при этом участвовал, и в трупе торчал нож с очень характерной такой рукоятью. Прибыл Дмитрий Павлович Кувшинников, это врач, который служил при Мясницкой полицейской части, я об этом скажу еще пару слов чуть попозже, и сказал, что да, удар пришелся прямо в самое сердце, то есть работал профессионал. В общем, пока заполняли протокол, пока то-то и сё, обвернулись, а ножа и нет. Кто-то его быстренько свистнул и тут же заложил в соседнем трактире. Ну, понятно, что нож потом вернули. Убитым был какой-то кот. Кот, котами так называли сутенеров. Причем не от того, что они там мяукали, а, скорее всего, как гласит народная молва, от слова «кат». То есть это клеймо, которое ставили в свое время уголовным преступникам в царской России. Дом Елизаветы Ярошенко, которая, кстати, была родственницей художника Ярошенко. Ну, вы знаете, у знаменитой картины «Курсистка», «Студент», «Кочегар» и все такое прочее. Вот она была владелицей этого заведения, и, в общем-то, ничто ей не мешало извлекать из этого прекрасную выгоду. Как это делалось? Крайне просто. Дело в том, что система была одинаковая и в Петербурге, и в Москве. Вообще, на самом деле, надо сказать, что очень много перекличек между хитровкой и так называемой «Вяземской лаврой» в Петербурге на Сенной площади, которая была описана и в петербургских трущобах Крестовского, и частично это изображено в «Преступление и наказание» Достоевского. Там, в частности, и там, и там мелькает Таиров переулок, ныне переулок Бренькова, где гуляли проститутки. Это тоже все есть в романах и Достоевского, и Крестовского. Так вот, была система под названием «Съемщик». Съемщик – это человек, который снимает полностью квартиру, а затем начинает ее, ну, как бы мы сейчас сказали, в субаренду сдавать. То есть, вы можете снять буквально угол или нумер. Что такое был нумер? Это, знаете, как сейчас в современных хостелах у вас есть двухуровневая кровать. Вот, например, нижний вот этот вот ярус, он завешивался такой тряпкой. И вот, собственно, вот эта вся площадь там, ну, я не знаю, насколько она, сами посмотрите, сколько она. Ну, Гелировский писал, что она была, значит, полтора аршина на аршин. Ну, это вообще крайне мало. Тогда, может, люди были пониже. В общем, там могла располагаться, не знаю, например, семья могла снимать такой вот номер. Спали очень часто по очереди или посменно. Добавьте к этому, что никакой, соответственно, канализации, никакой вентиляции, особенно зимой, потому что окна законопачивались намертво, чтобы не мерзнуть. Все экскременты непосредственно здесь же извергаются из себя. Потом это выносится в так называемую выгребную яму или помойница еще она называлась. Я вот тут недавно встретил такой термин. Или еще было такое понятие, как отхожий ящик. С утра приезжал золотарь, с огромной кобылой все это дело вычерпывал и уезжал. По очень неровным дорогам это все ехало. Как вы понимаете, часто расплескивалось. В общем, картина маслом. Вот сюда, в эту кулаковку, приводил Геллеровский Станиславского и Немировича Данченко. Это известный факт. Они здесь набирались образов для создания пьесы на дне. И хочу обратить ваше внимание на традиционный мотив, который мы встречаем в большинстве московских домов. То есть, когда мы смотрим на них, нам кажется, что это постройка XVIII века. Но на самом деле, вот здесь специально, видите, оставлены следы. Это еще XVII век, это старые палаты. Дело в том, что всегда было проще и дешевле дома, конечно же, перестраивать, чем сносить и строй заново. Особенно, если у них крепкий фундамент. По одной простой причине, это тупо дешевле. Но если сейчас мы зайдем во двор этого замечательного здания, где я тут недавно надел экскурсию, там начался ремонт. Я надеюсь, что еще кое-что мы увидим. То мы там заметим еще ряд очень характерных особенностей. Неизвестно, в каком виде предстанет перед нами картина этого двора в будущем, когда отреставрируют эту стену. Но вы можете обратить внимание, что здесь сохранились израстцы. Ну, как сохранились? Они были раскрыты в результате сбития, снятия, точнее, штукатурки. Вот там дальше есть еще остаток окна предыдущего. Некоторые делают предположение, что это даже часть ворот или дверь. То есть была полностью переделана фактура стены, покрыта штукатуркой, и это все было скрыто от глаз. Такое же мы можем наблюдать, например, в Армянском переулке, там, где выявлена стена, предположительно, палат Милославских. То есть там находится посольство Армении, а боковая стена, она такая красная-кирпичная. Ну, еще есть ряд мест в Москве, где вы, опять-таки, можете все это наблюдать. То есть, глядя на подобную историю, мы понимаем, что, на мой взгляд, где-то две трети домов в центре Москвы, они вот реально, на самом деле, 18 века. И даже несмотря на то, что Москва выгорела, как вы знаете, в 1812 году, но вот островы, они остались, и многие из них были перестроены. Судьба подослала нам людей, которые непосредственно занимаются реставрацией этого объекта. Я обратил внимание, что это, ну, это действительно реставраторы в первозданном виде, потому что, ну, они выглядят хотя бы поиначе, говорят иначе, и вообще делают другие вещи. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Николай Авакумов. Я здесь еще, у меня тут мастерская находится. И мне отношение к этому, а вообще инициатива все это раскрывать. Расскажите, пожалуйста, с чем была связана эта инициатива, и как вообще... Вы изначально знали, что эти палаты не, там, скажем, 19 века, или вы это методом тыка выяснили? Ну, здесь это все в 2004 году произошло, но вообще понимание, что это древний дом, просто над моими окнами отвалился кусок ветхой штукатурки, и я сразу увидел поребрик и верх наличника. Все сразу стало понятно. Но здесь метр двадцать стены, рассчитанные на давление сводов, связи эти самые. Ну, какие-то есть характерные особенности древней архитектуры, но то, что вот она так вот раскроется, первоначально никто не предполагал. Здесь подозревали 18 век в этом доме, вот, а в 2004 году оказалось, что это 17 века. Ну, это древняя часть дома, сам дом очень такой по плану разветвленный, вот, и даже в этой части есть и 17 век, и барочный период. Вот, и сейчас вот мы получили разрешение московому наследию, и занимаемся раскрытием всего фасада. Будем вот таким же образом сигнализировать древнюю архитектуру, все это закреплять, укреплять, консервировать, изучать. Будут сделаны обмеры, на основе обмеров будет сделана реконструкция и проект реставрации. Возможно, здесь будут какие-то фрагменты восстановлены по нашим материалам, которые собираются. Ну, фрагментарная реставрация будет сделана. А откуда средства? Средства мы организовали, благотворительный фонд «Хитровка», который собирает средства. Это, ну, добровольные пожертвования. Я свои какие-то накопления тоже трачу на этот фасад, свое личное время и, ну, свои знания, силы, там, энергию и так далее. Вы, как человек, ну, здесь перманентно обитающий, могли бы описать обстановку этого двора? Да, потому что ты заходишь, видишь совершенно разную атмосферу. Там, значит, песни поют всевозможные. Тут у нас ботинки в окне сушатся и доносится запах какой-то еды. А здесь, видя вас наоборот, как бы, мы видим представителя замечательной московской интеллигенции и так далее. Ну, вот, где-то лет 10 уже назад мы занимались с единомышленниками защитой и восстановлением Хитровской площади. Потому что, вот, вы сейчас видите здесь сквер. Там же планировалось. Вот, а планировался огромный дом. Вот, и там все было уже решено. И все было, в начале работы это все было, удалось это все остановить и сделать сквер. Ну, мне не все нравится, как там получилось. Хотелось бы видеть здесь и восстановление исторического мощения, и фонарей, и реставрацию фасадов. Но я думаю, что мы, в конце концов, все сделаем. Есть идея здесь поставить старинный фонарик, спонировать. И когда делали эту площадь, то вынимали все эти старые плиты. У нас тротуары тоже были каменными плитами, обложены песчаником. Но это все выкидывалось. Где-то 40 штук я смог затащить во двор. Мы хотим сделать фрагменты около дома, когда будет сделана реставрация. Ну, вот, сейчас нужны средства на наш дом. Вот что-то мы делаем. Привлекая тоже внимание к дому, что его нельзя... Это объект культурного наследия, его нельзя пускать по обычной программе капитального ремонта. Здесь нужны серьезные реставрационные работы. Вот, по восстановлению белокаменного цоколя, восстановлению штукатурного декора. Нужно заменить крышу. И сейчас вот мы проявляем здесь кладку 17-18 века, чтобы показать, что дом в основе очень древний. Чтобы, ну, как бы привлечь внимание людей. И средства на эту реставрацию. Вот. А здесь дом многофункциональный. Здесь есть коммунальные квартиры, которые сдаются тоже. Вот. То, что вы видели. Есть мастерские художников. А там в Болдарейках кто живет? Ну, там мастерские художников и квартиры тоже. И здесь у нас еще приход трех святителей. Здесь вот тоже, кстати, у него, ну, сходная судьба. Он чем-то похож на наши палаты тем, что когда-то дом был кардинально, ой, наш дом был кардинально перестроен. Видите, этот весь декор стесан. Какие-то фрагменты из расцов сохранились. Там тоже после пожара 12-го года был стесан весь декор 17-го века. И реставраторы 70-е, 80-е годы восстановили. Ну, по реставрационной технологии, по аналогам восстановили декор. А исходное состояние вот такое было, как у нас дома. И здесь находится приход трех святителей, тоже ригинский курс, иконописные мастерские и так далее. Известного иконописца Александра Лавданского здесь мастерская есть. И реставраторы здесь тоже сидят. Здесь вот реставраторы наши производственные фирмы F+. Они много по Москве. У них объектов и не только в Москве реставрационных. Вот как бы мы совместно все это производим, все эти работы. Вас не раздражают группы экскурсантов? Ну, это все неизбежно, потому что это объект наследия. Но я думаю, что кого-то из жителей может раздражать. Ну, очень часто ходят. Если без усиливающей аппаратуры, без этих микрофонов, мегафонов, то это еще как-то терпимо. Вот это как раз я без усиливающих. У меня есть просто специальная система. У меня передатчик у экскурсантов-приемники. Поэтому я обычно прожжу тихо, никому особо не мешая. Ну, поток очень большой людей. И тут даже и ночью ходят. Иногда вот в три часа ночи под моими окнами у меня здесь орлы. Первые русские клеймы 17 века. Ну, вообще первые русские клеймы. И вот там ночью иногда слышу орлы, клеймы, датировки. То есть этот дом привлекает людей, которые интересуются историей круглосуточно совершенно в любое время. Хотелось бы пожелать вам на самом деле успехов и удачи на вашем нелегком пути. Если вдруг кто-то с деньгами заинтересованный смотрит это видео, то вы можете, собственно, поучаствовать в этом благом деле. Мы на всякий случай можем указать ваши какие-то там реквизиты, координаты. И вот, соответственно, большого вам спасибо. Мы тут еще поснимаем. Я вожу раз в год, поэтому я вас беспокою раз в год. А у нас тоже бываете? Да, ну, два раза в год максимум я вожу здесь, да, экскурсии. Ну, я просто сам из Питера, поэтому, но... А посмотрите картинку нашу. Вот это исследованный участок. У нас сейчас повешена здесь реконструкция с небольшим таким текстом. А где она находится? А вот около лесов. Сейчас посмотрим, спасибо большое. Еще один фасад с той стороны есть открытый в прошлом году. Одно из уникальных явлений, оно сохранилось не так много где в Москве. Ну, я знаю еще два, может быть, вы подскажете, где они еще есть. Это голдарейки так называемые вот здесь. И как выяснилось, вот в разговоре с нашим прекрасным героем, вот это все он сажал. Тут растет дикое яблоня. Я, конечно, дикое яблоня, а я дико завидую, потому что вот это именно та атмосфера, в которой бы я бы, например, если бы я был москвич, хотел бы обитать. Но я из Петербурга, у нас там как бы свои, конечно, приколы. И поэтому вот мне очень нравится приходить в этот двор, наблюдать вот эту самую, что ни на есть, старую, старозаветную Москву. Если вы помните там какой-нибудь фильм а-ля Покровские ворота, вот оно вот такое вот. Дом, который находится у нас за спиной, в воспоминаниях Гелеровского, называется домом Буниных. Там жили так называемые раки. Это те люди, которые перешивали краденое. Раками они назывались потому, что все свои личные шмотки, они тут же пропивали и сидели там практически в одних подштанниках, не вылезая наружу, то есть как раки в своих норах. Ну и, в общем-то, про хитровку можно много еще чего рассказывать. И про такие явления того времени, как, например, детская проституция. Опять-таки тут большая перекличка с сенной площадью Вяземской лаврой в Петербурге. Про нищих, которые там иногда бабы вместо ребенка полена заворачивали. Это тоже есть у Крестовского и у Гелеровского. Про то, как выгоняли детей с голыми ногами на снег специально, чтобы они вызывали максимальную жалость. Про то, как если у них возникали какие-то язвы и язвочки, то их специально не лечили, потому что таким образом, опять-таки, дадут больше денег. И так далее, и тому подобное. Но мне кажется, что вполне достаточно на данном этапе. Вы можете, опять-таки, почитать замечательные воспоминания Щепкина и Куперник. Вы можете почитать замечательную книгу Гелеровского. Но в конце я бы хотел вам зачитать несколько сообщений из газет того времени, которые отражали непосредственно дух хитровки. И здесь мы можем с вами увидеть массу нового интересного, потому что, как выясняется, и облавы здесь существовали, и арестовывали тут всех, и не только Рудников. Да, это фамилия того человека, который олицетворял здесь правопорядок, и ночью до него было не добудиться. Но вот, тем не менее, 3 февраля 1905 года. Московский листок. Отголоски дня. Где-то на хитровке умер профессиональный нищий, при котором нашли квитанцию сберегательной кассы на 615 рублей, 65 копеек. Случай этот многих удивляет, но если присматриваться к жизни московских нищих, то можно убедиться, что состоятельных среди них немало. Вот еще 27 декабря 1609 года. Столичная Москва. Холерная знаменитость на хитровке в ночлежном доме Румянцева. Это вот тот дом, с которым мы начинали. Новая хитровская знаменитость старуха-тряпичница Туманова, прозванная хитровцами холерной знаменитостью. Туманова первая на хитровке заболела осенью холерой, была помещена в больницу, откуда через 2 недели выписалась и поселилась в доме Румянцева. С этого времени в ночлежке начались холерные заболевания, которые затем захватили и другие ночлежки. 07, точнее, 7 сентября 1911 года. Газета «Копейка». В один холодный октябрьский день прошлого года мальчик-бродяга Антонов, 11 лет, проходя по хитровке, увидел проходившего здесь шикарно одетого барина. Конечно, Вася сейчас же стал просить у него копеечку. Барин остановился и стал спрашивать, почему Вася не работает. Слово за словом барин, назвавшийся Фирсовым, предложил мальчику поступить к нему. Антонов согласился служить, оказалось очень хорошо. Его сытно кормили, одели, работая мелкие поручения. Но вот однажды к Фирсову принесли сундук, потом увидел Антонов с двойным дном. Хозяин сказал мальчику, что тот должен будет влезть в секретное отделение сундука, потом сундук будет отправлен по железной дороге багажом, в вагоне мальчик должен будет вылезти из сундука и взять чемодан, отправляемый Фирсовым вместе с сундуком. Влезть опять вместе с ним в секретное отделение и ехать дальше. Как было сказано, так и сделали. Сундук и чемодан были отправлены до клина. В клину Фирсов получил сундук, заявил о пропаже чемодана с ценными вещами на 240 рублей. Администрации дороги были приняты меры к розыску чемодана. А Фирсов с Васей стали жить в клину, дожидаясь результатов. А сундук был отправлен Фирсовым дальше. При взвешивании этого сундука дорога обратила внимание, что из Москвы сундук ветил 4 пуда 12 фунтов, а из клина только 2 пуда 12 фунтов. Явилось подозрение, началось расследование, Фирсов с Васей были арестованы. Антонов во всем сознался. Вот, например, заметка от 18 марта 1912 года. Сегодня ночью специальной группой лиц, работающей по переписи московского населения, будет предпринята перепись населения хитровских ночлежек. Перепись начнется в 12-м часу ночи, уже после закрытия ночлежных домов. К участию в переписи допущены исключительно те лица, которые уже работают на переписи. Масса желавших хотя бы бесплатно примкнуть к переписчикам, чтобы иметь возможность побывать на дне, получили отказ. Ну, Гелеровский, кстати, писал о том, как он водил сюда многих. Например, Глеба Успенского. Они зашли там в какой-то трактир. Успенский поразился тому, что он ее видел. Гелеровский, кстати, здесь всегда пил только водку и заедал только печеными яйцами, потому что это единственный проверенный продукт. Ну, еще одна заметка про нищих. Еще одна заметка, например, про вшивопарилку. Вшивопарильная, которая была устроена прямо здесь, по центру, по специальной технологии, потому что помимо голода, холода и всего остального, они, конечно же, страдали от насекомых и приглашали сюда. Специальный аппарат под воздействием пара обрабатывал их одежду. Там нужно было прокручивать ее. Желающих крутить этот вал было огромное количество и затем они получали ее обратно. Заодно можно было и погреться в этом помещении, вшивопарильная была крайне популярна. Вот вам и атмосфера хитровки, уже не по Гелеровскому, а из газет того времени. Конец ее, как вы знаете, настал уже в советские времена, когда ее полностью все оцепили. И, если верить Гелеровскому, это происходило таким образом. Всех выпускали, но никого не впускали. На самом деле, конечно, процедура была более детальная. Ходили, брали непосредственно каждый наш яжный дом, обрабатывали его. И теперь здесь одно из самых уютнейших мест города Москвы, где я очень люблю гулять, потому что в основном квартиры все выкуплены, здесь очень мало людей. Слава богу, отстояли вот это вот, как вы уже могли слышать, площадь. Там сделан замечательный сквер с информативными стендами, возле которых, к сожалению, не так часто останавливаются люди, чтобы прочитать историю этого места. А должны были построить, ну, вот прекрасное сооружение а-ля Лужков стайл. Не построили. Во многом благодаря жителям этих мест. Дорогие друзья, на канале «Северный город» вышел мой второй выпуск, посвященный особняку Малечки Кшесинской, тому самому, с балкона которого Ленин вещал про свои апрельские тезисы. Об взаимоотношениях Матильды Кшесинской, сами знаете, с кем, об истории этого здания, о том, как оно послужило делу революции, вы узнаете из видео, ссылку на которое я помещу в описании под этим выпуском. Также хочу сказать, что в Петербурге мы продолжаем гулять по дворам. Вот в среду будем гулять по Стороневскому проспекту. Довольно интересная экскурсия будет в воскресенье, поскольку будет дождь, то я буду водить по галереям гостиного двора, а потом мы пойдем в самое пекло Петербурга. Это опрашка. Это самый настоящий восточный базар в центре северной столицы. В Москве в пятницу будет вторая часть по Красной Пресне. Только в этот раз мы будем гулять от улицы 1905 года. А в субботу у нас будет экскурсия по Басманной. Там я буду рассказывать про Лермонтова, про психа Чаадаева, про террористку Софью Львовну Перовскую и про дом, который принадлежал ее родне, про Маяковского и про многое другое. 4 октября в Нижнем Новгороде у меня пройдет лекция, посвященная дедушке русской инженерии Бетанкуру. Ссылку на покупку билетов вы тоже можете найти в описании под этим выпуском. И на октябрь набрана группа на Берлин. Осталось еще несколько мест на ноябрь. Судя по всему, я буду еще набирать группу на март. А в январе, в конце января, мы едем в Париж. Расписание экскурсий есть как у меня на сайте, так и в группе ВКонтакте, также в Инстаграм-аккаунте. На этом все. С вами был гид Павел Перец. Увидимся в следующих выпусках.